Всем привет! Меня зовут Настя. И сегодня я хочу рассказать вам о книгах, которые я прочитала в июне. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. И в этот раз я хочу начать с книги, которую я прочитала в последней, в предыдущем месяце. И это книга «Почему мы такие?» — 16 типов личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим. Психологов Отто Крэгера и Джанет Тьюсон. Я считаю, что первая ценность данной книги заключается в том, что она объясняет нам, почему ваш тип — это не приговор, это всего лишь ваши предпочтения, которые могут поменяться с течением вашей жизни. Авторы в книге приводят несколько примеров о том, как очень часто люди уже в пожилом возрасте становятся совершенно другими людьми, совершают какие-то другие поступки. Кто-то, кто раньше сидел постоянно дома, занимался какими-то тихими, спокойными делами, вдруг становится очень деятельным человеком, начинает путешествовать, всюду всё узнавать, ходить даже на какие-то вечеринки. Это не означает, что человек поменялся полностью, полностью изменился его тип личности. Нет, это всего лишь означает, что в старости людям хочется попробовать что-то новое, предпочесть что-то другое и понять, каково оно будет. Также эта книга приводит нас к пониманию того, что очень редко встречаются ярко выраженные типы людей. Чаще всего человек сочетает в себе черты обоих противоположных типов. И вы сейчас можете это понять на моём примере и на примере известной всем экстраверсии и интроверсии. Я сама предпочитаю быть интровертом в любой ситуации, в любой непонятной, сложной и в принципе даже в большинстве обычных. Но при этом во мне сочетается очень много экстравертных черт. Например, я очень люблю знакомиться с новыми людьми, общаться с ними. Я без проблем могу подойти к какому-то незнакомому человеку, начать разговаривать с ним. Также я могу малознакомому человеку, на который вызовет у меня доверие, рассказать какие-то личные моменты, какие-то личные истории. Всё это экстравертные черты. Но при этом я точно знаю, что если я пойду куда-нибудь на праздник, на вечеринку, то скорее всего через полтора часа, как бы мне ни было интересно, как бы мне ни было хорошо, я всё равно захочу где-нибудь уединиться, побыть в одиночестве, просто отдохнуть от шума и суеты. Это явные признаки интроверсии. Поэтому, несмотря на то, что всё-таки я предпочитаю быть интровертом, во мне очень много экстравертных черт, и это абсолютно нормально. Вторая главная ценность этой книги, как я считаю, заключается в том, что она учит нас уважать людей с другим типом личности, не таким, как у вас. Также авторы постоянно напоминают о том, что вряд ли вы целиком и полностью сможете понять другого человека. Но попытаться стоит. Тем более, например, о коллеге нельзя говорить следующим образом, что вот, у него другой тип личности, он меня всё равно не поймёт, даже не стоит пытаться ему объяснить. Это совершенно неправильный подход. Вы всё равно должны попытаться поставить себя на его место, попытаться мыслить, как этот человек, и тогда, скорее всего, конфликт, который возник, он разрешится. Также здесь рассказывается, как типоведение может помочь в семье. Здесь есть очень показательный пример одной истории, когда психологи из университета познакомились с семьёй, в которой были одни экстраверты, кроме одного ребёнка, который был интровертом. Вся семья считала эту девочку какой-то ненормальной, в прямом смысле этого слова, потому что она не принимала участия ни в каких играх, она не спорила с семейством, не ходила на какие-то шумные вечеринки, праздники вместе с ними. Она предпочитала сидеть у себя в комнате, заниматься какими-то спокойными делами и вообще находиться одна. Когда она уже стала взрослой, её отец случайно столкнулся с таким понятием, как типоведение, начал выяснять всё это дело и прояснять, и узнал очень много нового о своём характере и о характере своей дочери. И именно это понимание друг друга, своих особенностей, помогло им восстановить отношения, и эта девушка перестала считать себя изгоем. Конечно же, в этой книге немножко описывается о том, как ведут себя дети и родители различных типов, какие между ними иногда возникают конфликты, и как можно попытаться их разрешить, чтобы не сломать жизнь ребёнка. Так что даже если вы не верите в типоведение и считаете, что это какая-то херомантия, то, скорее всего, у вас просто такой тип личности, и всё-таки я вам советую прочитать эту книгу, потому что это действительно интересно и познавательно. Даже если вы не будете вдаваться в тонкости типоведения, не будете применять это в жизни, всё равно это очень полезно хотя бы что-то новое узнать о себе и о своих друзьях. Следующая книга, которую я хочу показать, также относится, в принципе, к научно-популярной литературе, и это «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости» Аси Казанцевой. Эта книга состоит из трёх основных частей. Я бы их назвала так. Первая — «Вредные привычки», вторая — «Интимные и близкие отношения между людьми», и третья — «Стресс и как с ним бороться». Мои ожидания по заголовку этой книги «Как мозг заставляет нас делать глупости» оправдала только первая часть, потому что в ней очень подробно описывается, как различные наркотические средства, алкоголь, никотин оказывают влияние на наш мозг. И как, собственно говоря, после их приёма мозг изменяет свою работу, и человек просто подсаживается на всё это дело. Вторая часть «Интимные и близкие отношения» понравилась мне меньше всего, потому что в ней, собственно говоря, описываются различные наблюдения за животными. В основном это моногамные мыши-полёвки. Но, собственно, там мало объясняется, как работает в таких ситуациях наш человеческий мозг, потому что это очень сложно изучить, и поэтому эта глава мало оправдала мои ожидания. Чуть более мне понравилась последняя часть про стресс, где очень подробно объясняется, почему нельзя его побороть целиком и полностью, и как можно научиться смягчать его удар. В целом могу сказать, что книга не оправдала моих ожиданий, я ожидала от неё большего. Но, тем не менее, книга заинтересовала меня некоторыми своими темами, я бы очень хотела почитать ещё какую-нибудь научно-популярную литературу, связанную с ними. И последние две книги, которые я вам покажу, относятся уже к художественной литературе. Первая — это книга «Соперницы» Нагай Кафа. Когда я её откопала в своих книжных закромах, я совершенно была уверена, что я её никогда не читала, и просто она у меня завалялась, и я про неё забыла. Но где-то страниц через 30 я наткнулась на один момент в сюжете, который оказалось совершенно замечательно отложился в моей памяти, и я поняла, что я уже читала эту книгу. Но было это очень давно, лет-то где-то 6-7 назад. Могу сказать практически и со стопроцентной уверенностью, что примерно через столько же лет я, скорее всего, забуду снова, о чём говорилось в этой книге. Но это не означает, что книга плохая. Просто на своём личном опыте я поняла, что практически все японские авторы именно так не откладываются в моей памяти. После прочтения этой книги я, как всегда, полезла читать рецензии других людей, чтобы узнать, что они о ней думают. И была очень удивлена, что так много людей оценивали эту книгу с позиции любовного романа и ставили ей 2,3 балла из 5. Я считаю, что это неправильно, потому что Нагай Кафу он не писал любовные романы. Он описывал жизнь в Японии с появлением современных технологий. Он описывал, как меняется эта жизнь, как она переходит от феодального уклада к более современному цивилизованному. Собственно, в этом романе соперницы Нагай Кафу описывает мир гейш, мир ив и цветов. Он описывает их обыденную жизнь, как они готовились вечером к выступлениям, как они нанимали рикш, как они знакомились с патронами, влюблялись в них, бросали их и так далее и тому подобное. Да, конечно, всё это смахивает на любовный роман, но тем не менее, какая же гейша без любви? Любовь была основной частью их жизни. Но тем не менее, любовь — это всего лишь часть сюжета в этой книге, а не главная её ветвь. Я хочу прочитать ещё другие романы этого писателя, потому что из истории его жизни знаю, что он был, так сказать, борцом против многих реформ в Японии, и многие его произведения связаны именно с этой политической нестабильностью в стране. Возможно, что другие его произведения понравятся мне намного больше и отложатся в моей памяти намного лучше, чем эта. И последняя книга, которую я хочу сегодня вам показать, думаю, многим знакома, — это «Дневной дозор» Яненко. Как я уже когда-то говорила, ещё где-то полтора года назад я была на 100% уверена, что уже давным-давно выросла из фэнтези, и она меня больше никогда не заинтересует. Но, ознакомившись с «Ночным и дневным дозором», я поняла, что, видимо, ещё не всё для меня потеряно, если книга написана интересно и увлекательно. А эти книги написаны просто замечательно, и от них мне было сложно оторваться. Тем не менее, я думаю, что завершу своё знакомство с «Дозорами» на последней книге этой трилогии «Сумеречном дозоре». Не потому что мне неинтересно, что там дальше будет, а потому что я видела не очень хорошие рецензии на какие-то последние дозоры, и мне просто не хочется портить впечатление от главной трилогии. Напоследок хочу сказать, что у меня совсем скоро начнётся отпуск, и только после него я смогу начать осуществлять множество своих идей, которые касаются не только книг, но также и других моих хобби. Всем спасибо за внимание и до встречи в новом видео!